В Щелковской школе номер 4 имени Климука расположены три участковые избирательные комиссии. Всю неделю сюда идут голосовать жители центрального микрорайона города. Сегодня наиболее активно. 1 июля – главная дата общероссийского голосования по внесению изменений в основной закон государства, Конституцию. И хотя до этого у граждан России было еще целых шесть дней, чтобы выразить свою волю, пожалуй, только сегодня это можно сделать в особенно торжественной и праздничной атмосфере. Особые ответственности на избирательных комиссиях. В полном составе они встречают тех, кто решил проголосовать непосредственно 1 июля. А голоса жителей помогают считать умные машины. Сегодня у нас полный состав нашей комиссии, участковой избирательной комиссии. И обработка и прием бюллетеней идет с помощью КАИБов. Временно исполняющий полномочия главы городского округа Щелкова Андрей Булгаков в ежедневном режиме проверял, как проходит общероссийское голосование. Но на участок в школу номер 4 он приехал не только как руководитель муниципалитета, но и как гражданин. Здесь, в центре города, голосует немало тех, кому удобно, например, поближе к месту работы, нежели голосовать по месту регистрации. Для этого необходимо было заранее открепиться на своем участке и прикрепиться сюда. Именно так и поступил исполняющий полномочия главы. Приехал он не один, а со старшим сыном. Евгений только закончил 11 класс, готовится к единому госэкзамену. И голосует он впервые. Поэтому вместе с бюллетенем для голосования молодому человеку вручили сувениры на память об этом событии. Здравствуйте. Спасибо. Вы проголосовали. Я пришел с чувством радости и гордости, потому что это очень важный выбор, от которого зависит будущее нашей страны и будущее без исключения каждого жителя. Лично для меня сегодня большой праздник. Почему? Потому что мой старший сын первый раз в жизни голосует. И голосует именно за главный закон страны, за поправки, которые туда, возможно, будут внесены. Андрей Булгаков проголосовал вслед за сыном. Он отметил, что поправки к Конституции предлагаются по 12 направлениям. И каждый гражданин наверняка определил для себя приоритеты. Лично мы для себя, моя семья отметили такие поправки, как защита детей и целостность семьи, ценности семьи. Очень важная поправка территориальная целостность и незыбленность страны. И очень важно для всех жителей страны и нашего городского округа, то, что русский народ после поправок будет официально закреплен как государствообразующий. И еще ряд поправок, в том числе и социальных, которые мы для себя отметили. Я всех благодарю горожан, жителей Щелковского городского округа за ту активность за последнюю неделю, которую они проявили. Мы это видим, это очень ценно и для меня в первую очередь. Чтобы этот день остался для истории в семейных фотоархивах и социальных сетях, все желающие могли принять участие в молодежной акции «Фото с Тантамореской». Ирина Микеда, Игорь Поляков, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.